Диалог на равных. В сергиопосадском филиале в ГИК стартовал новый проект Федерального агентства по делам молодежи. Дискуссионные студенческие клубы. Цель проекта – показать студентам, на примере успешных и известных людей, что в России можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Первым спикером проекта стал Александр Платонов. Тема встречи – молодежь и медиа. Мне 31 год, и я живу в сергиопосаде. Можно ли это считать успехом? Я не знаю. Если без шуток, то я, конечно, очень сильно люблю сергиопосад. И в Москву никогда не хотел уехать. Всегда считал, что самореализоваться можно и здесь, особенно с учетом той профессии, которую я выбрал. У Александра юридическое образование. Он окончил университет с красным дипломом, но юристом не стал. С первого курса работал журналистом на радио и в газете. Сейчас занимает должность руководителя пресс-службы администрации сергиопосадского района. Честно говоря, опыт довольно интересный. В сергиопосаде на моей памяти – это первое мероприятие в рамках федерального проекта «Идеология на равных». Я жду от студентов каких-нибудь острых вопросов, чтобы они спросили то, что их действительно беспокоит об их жизненном пути, потому что ни для кого не секрет, что очень многие люди после того, как получают среднее, среднеспециальное образование, даже высшее образование, идут работать в совершенно другую сферу. Мне кажется, что это одна из серьезных проблем и для российского образования в целом, и для молодых людей, что они не могут определиться. Спросили Александра, как избежать профессионального выгорания, как мотивировать коллег и не бояться публичности. Есть стереотип, что люди, которые работают в прессе, хорошо умеют говорить, привыкшие к этому, вы все еще нервничаете. Но сейчас у вас есть опыт, а когда опыта не было, и вы впервые поднимались на сцену, был ли сильный страх сценический? И как вы с ним боролись в первое время? Мне вообще кажется, что страх – это самое нормальное чувство у человека. Знаете, что толкает людей на геройские поступки, на самом деле? Вот страх, он и толкает на геройские поступки. Это твой выбор между тем спасовать или сделать что-то настолько крутое, чтобы потом все тебя помнили и все на тебя равнялись. Вот она, эта дистанция. На прощание Александр пожелал студентам не останавливаться на достигнутом и всегда искать себя. Полина Наземцева, Евгений Шевченко, программа «События». Полина Наземцева, Евгений Шевченко, программа «События» — это теплотопо-как. Большое пассажиро.